Хотелось бы, чтобы был фонтан. В общем, что-то с водой связано. Зелени побольше. Аттракционов очень мало, и там парк неухожен на самом деле. Вот хотелось бы там, чтобы можно было гулять с детьми. Пожелания жителей разнообразны. Однако главной идеей обновленного центрального парка станет любовь во всех ее проявлениях. Объемные сердца из цветов и листьев виноградника, широкие аллеи, украшенные клумбами. И, конечно, главный символ парка – памятник влюбленным. Любовь к родному краю, к городу Люберцы, любовь очень человеческая. Соответственно, все фрагменты, все центральные композиции и зоны, они будут, так сказать, излучать любовь. И тем самым мы надеемся, что Центральный парк культуры и отдыха будет более востребован, более интересен. Лицо города Центральный парк будет встречать своих гостей с двух сторон. С Октябрьского проспекта и у здания администрации входные группы будут украшены колоннами. Вторым элементом, над которым велась и ведется работа, с этой целью привлечен известный люберецкий скульптор. Перед ним поставлена задача украсить входную группу номер два скульптурной композицией, являющейся символом люберецкой земли. В центре зеленой зоны, где сейчас стоит Голубятня, расположат большой фонтан, а в лесопарковой зоне сделают велодорожки и различные функциональные зоны для взрослых и детей. На сегодняшний день мы рассматриваем два основных источника финансирования. Это областной бюджет и деньги частных инвесторов. В обновленном парке в отведенных зонах можно будет и с собакой погулять. Не забыли и про людей с ограниченными возможностями. Полностью реконструировать центральный парк планируют в течение двух лет. Однако власти обещают значительные изменения. Люберчане увидят уже через год. Поразительно. Такой развитый и современный город Люберцы. А, к примеру, взять велосипед в прокат у нас негде. Кстати, свои предложения о том, что вы хотите видеть в обновленном парке, присылайте на почту, которую видите на своем экране. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.